Добрый день, господа! Это Юлия Латынина и Михаил Подоляк, который, как всегда, у нас по пятницам. Михаил, я никак не могу сказать добрый вечер, потому что я никогда не испытывала такого опустошения, за исключением дня 23 утра, 24 февраля 2022 года. Понятно, мы, конечно, собирались обсуждать, как всегда, большую часть украинские дела, потому что Михаил Савинников, и сопрезидента Украины. Но в этот день, наверное, трудно обсуждать много чего, кроме Навального, хотя мы несколько слов, конечно, в конце скажем и об Авдеевке, и о Цезаре Куникове. И вот я, если можно, больше несколько буду говорить, чем обычно, потому что, конечно, у меня будет завтра код доступа, я там буду говорить все, что я думаю, все, что вообще возможно думать. Ну вот напомню, что еще вчера Алексей Навальный был живой и здоровый. Да, у него было 27 шизо, но мы видели просто по видео, какой он, как всегда, жизнерадостный был. Надо сказать, что Алексей – это человек, который в самых страшных условиях умел шутить, умел смеяться, умел смеяться над теми ужасными условиями, в которых он находился. И вот сегодня он внезапно умирает. Буквально через несколько минут нам сообщают, что он, а, умер, и, б, что это из-за тромба, хотя, как мне подтвердило уже несколько врачей, включая доктора Андрея Волну, но это абсолютно невозможно поставить такой диагноз до вскрытия, а вскрытие явно еще не было произведено. И, соответственно, у меня два вопроса, Михаил. Первый – что вы об этом думаете, и второй – почему именно сейчас? Я бы, наверное, еще вот что прибавила, потому что ходили слухи, что идут переговоры об обмене Навального. Конечно, у Путина на носу выборы. Плюс мы видим, что в Америке… То есть Путин мог решить, что он выигрывает. Вот что, вы думаете, произошло? Ну, во-первых, я бы рекомендовал принять во внимание слова господина Волны. Он абсолютно прав. Любые проявления тромбоэмболии, тромбозов и так далее, они невозможны в установлении диагноза на основании каких-то фактов, скажем, визуального осмотра тела. И, соответственно, безусловно, вскрытия о надлежащих условиях патологоанатомического не было. И поэтому я думаю, что, в принципе, объявить причиной смерти тромб, который заблокировал тот или иной фундаментально важный артериальный сосуд, ну, конечно же, это простая версия, которая будет точно подтверждена российскими официальными властями, но не будет точно соответствовать тому, что произошло на самом деле. Что я думаю об этом? Я ведь об этом… Я не сомневаюсь, что это убийство. Я как-то так осторожно говорила, потому что я задавала вам вопрос, но просто я решила, что как-то слона я и не сказала. Я совершенно не сомневаюсь, что это убийство. Но вот главный вопрос, почему? Ну, давайте зафиксируем, да, что это абсолютно точно ужасающая смерть, которая является искусственной. То есть это является смертью, совершённым убийством, несомненно, для меня это очевидно и так далее. И знаете, ведь, в принципе, развитие того, что мы сейчас видим и внутри войны, и то, что происходит в России, вот это, скажем так, на мой взгляд, такое несколько абсурдное, на первый взгляд, но, тем не менее, попытка реанимировать, такой, знаете, военного типа неосталинизм построить, да, с черносотенным обязательным компонентом, в котором очень много ядовитостей, там, антисемитизма, расизма, шовинизма, разного толка, максимально брутальное примитивливание культурного продукта, то, что всё сейчас происходит, вот эти все дикие шаманические песни, юная Мизулина, ну, или младшая Мизулина, да, которая там, скажем так, легализовала главное, донос, да, ну, то есть как ключевой инструмент и так далее. Знаете, это называется эскалация. И, соответственно, для меня всегда было загадочно, я об этом и у вас в эфирах неоднократно говорил, для меня загадочна позиция российской оппозиции. Мы с вами это неоднократно обсуждали. То есть вот эти все попытки, мы поставили подписи за Надеждина, мы призываем выйти там в такое-то время на какие-то акции и так далее. Ещё раз, путинская система, она может существовать только в состоянии эскалации, внешней войны, то есть она не сможет, если кто-то ещё в политических элитах европейской... Я перейду потом непосредственно к смерти самого Навального. Я хочу объяснить подоплёку всего, что сейчас происходит, и как это будет дальше развиваться. Это гораздо хуже, чем может показаться, на первый взгляд. Это хуже, чем даже то, что произошло с Магнитским в своё время, да, вы помните, по делу Браудера. И, соответственно, вот условно, знаете, вот если на Западе ещё в каких-то элитах есть как бы какие-то иллюзии, что с Российской Федерацией в путинском исполнении нужно вести переговоры, нужно о чём-то договариваться, нужно искать дипломатические какие-то пути, коммуникации, не только по вопросу Украины и по целому ряду других вопросов и так далее, это крайне опасная иллюзия. Российская Федерация сейчас может существовать только внутри внешней войны. Это первое. И второе. Внутри самой России она может существовать только за счёт подавляющих репрессий. Репрессий ужесточающего характера, то есть вплоть до максимально жестоких убийств, в том числе до убийств под надуманными предлогами, которые будут манифестироваться, да, как у ОРЛа. Вот мы будем просто вас убивать и потом зачитывать приговор, который был вынесен. Как бы это всё ни странно звучало, именно к этому идёт Российская Федерация. И соответственно, почему я с большим скепсисом всегда относился к тому, что делает Российская оппозиция, потому что смотрите, нельзя Валентинки посылать, да. Это кровавая ситуация. Вот как в войне крови много, так на внутреннем рынке чуть-чуть было меньше крови, а сейчас будет много крови. И соответственно, сломать эту систему можно двумя способами. И оба, к сожалению, кровавы. Первое, это военное поражение, то, что может обеспечить Украина по линии фронта. И второе, это внутренняя кровавая революция. Как она будет происходить, как её нужно организовать, это другой вопрос. Готова ли сейчас Россия к этому? Нет, не готова. И так далее. Теперь, что касается Навального, безусловно, для меня здесь нету ни малейшего сомнения, и это очевидно, что он был наиболее пассионарным, наиболее харизматичным. И действительно, если бы он не находился в заточении, он действительно мог бы предложить какую-то альтернативу гораздо более агрессивного характера, что и требовалось для этого момента. И соответственно, безусловно, он был олицетворением реальной оппозиционности для Путина, по крайней мере, для окружения Путина и так далее. И соответственно, уничтожение Навального, ещё раз, не просто убийство, а демонстративное уничтожение именно сегодня, когда одновременно происходят следующие процессы. Когда Россия усиливает количественное давление, то есть она демонстрирует всем, что по войне она готова уложить в землю ещё там 100, ещё 200, ещё 300 тысяч. Ну и соответственно, максимально сносить города Украины и так далее. На фоне резкого, скажем так, обнагления внешнеполитической риторики, на фоне, скажем так, неудачных внешнеполитических действий того же Путина, возьмём тоже интервью Карлсмана, которое абсолютно провально. И в связи с этим нарастающие, скажем так, риски для России, то, что замороженные активы будут собственно точно изъяты у России, что санкции будут точно пересмотрены, что танкерный теневой флот будет точно рано или поздно заблокирован и так далее. И невозможность остановки помощи, я прошу прощения, немножко ещё и больной, как простуженный, и соответственно, невозможность, скажем так, разорвать вот эту помощь Украине, да, она идёт натужно, да, есть много дискуссий и так далее и тому подобное. И на этом фоне ужесточающиеся, закручивающиеся гайки, да, вот эти все голые вечеринки, которые приводят к обнулению традиционной российской околокультурной элиты, всё это говорит о том, что режим становится максимально жестоко репрессивным, да, и что для него не существует больше никаких, никакой необходимости в маскировке. И соответственно, Навальный это был символ, который должен как бы открыть для всех дверь в другую эпоху, эпоху мрачной смуты, да, которая в России, то есть все вот эти иллюзии, мы в 12 часов выйдем на избирательные участки и поставим там какие-то подписи или напишем Навальный то, что Ходорковский предлагает. Это настолько инфантильно, я просто не верю в то, что люди не осознают. Дверь закрылась, даже вчерашняя эпоха полностью остановлена. Смерть Навального символизирует переход России в терминальную стадию существования максимально репрессивного организма, да, он уже полумертвый, но еще будет жестоко сопротивляться. И соответственно, любые проявления истинной оппозиционности, они будут максимально жестоко караться. И при этом будет одобрение, это будет выставляться на показ и будет одобрение. Вот посмотрите, не вызовет ничего внутри России смерть Навального. Я имею в виду в широких социальных группах, да, она вызовет, безусловно, шоковое состояние у тех, кто находится в эмиграции, вынужденной или во внутренней эмиграции. Но сколько мы это обсуждали, это 10-12% населения. Все остальные будут наоборот аплодировать и будут говорить о том, что наконец-то режим превращается в то, что все ожидали. Эффективный менеджер Сталин в образе, и как бы опять же это не абсурдно звучало, но я хочу, чтобы все-таки мы в эфире находимся, чтобы вот эти образы были более яркие, без какой-то глубокой там философской содержательной части, но чтобы они визуализировались четко. Вот этот неосталинизм, он в таком виде, в виде эффективного менеджера Путина возвращается. Эффективный менеджер в понимании Путина это тот, кто может жестоко убивать, демонстративно это делая. Вот это внешний рынок, а вот это внутренний рынок. И поэтому даже сроки 20 лет для диссидентов, ну я имею в виду для новых диссидентов, для, скажем так, политической оппозиции, для того же Карамурзы, это будут уже в прошлом. Вот новая эпоха, мрачные сумрачные времена с большой кровью и на внутреннем рынке тоже. Поэтому иллюзии не нужно питать. Вторая часть, очень важно, вызовет ли смерть Навального, а я бы хотел, чтобы это было, окончательного осознания элитами западных стран, что в принципе этот режим должен быть ликвидирован во всех смыслах, в политическом смысле, я не знаю, в финансовом смысле и так далее. Это не пакт Магнитского-Навального должен быть. Это действительно должен быть, еще раз, существенный пересмотр санкций, персональных санкций. Это действительно должна быть пересмотрена программа изоляции на внешних площадках Российской Федерации. Это действительно должны быть пересмотрены условия общения с Российской Федерацией. То есть есть целый ряд аспектов, которые нужно сейчас более детально обсудить, я имею в виду, представителям тех или иных элит и, соответственно, принять для себя главное решение. Ну, все, кровожадность, это единственная характеристика. И Путин будет это только масштабировать, будет только эскалировать, будет только все больше и больше захлебываться кровью оппонентов. Ну, вот единственное, я полностью согласна с вами насчет того, что это новая эпоха. И, кстати, наши слушатели, если они будут задавать вопросы, пожалуйста, задавайте, самое интересное мы озвучим. Кстати, многие из них так и пишут. Единственное, и что это представление Путина о том, что сильный лидер это тот, который убивает, способен расправиться со всеми своими оппонентами. Единственное, что вот я только что сейчас была на радио «Свободе», тоже мы об этом говорили с Михаилом Соколовым, он показывал видео с улиц Москвы, десятка, двенадцать человек, опрошенных, из них одиннадцать, не из них десять, выражали шок. Двенадцать, один так ушел от ответа, и двенадцатый сказал, что типа он был враг России. То есть не надо преувеличивать количество людей, которые будут в восторге от эффективного менеджера Путина. Но у меня вопрос вот какой. А почему это произошло именно сейчас? Потому что, ну вот я еще раз перечислю возможности, шли, насколько я знаю, переговоры об обмене Навального, но они идут уже год, и Путин мог просто-напросто его не отдавать. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, да, есть выборы, но, в общем, понятно, что вряд ли, ну, понятно, что, в общем, результат на выборах будет Путину и так обеспечен. У меня есть третье, самое печальное предположение, которое заключается в том, что Путин почувствовал свою полную безнаказанность, ну, и помимо того, что он теоретически решил, что после Бучи и Мариуполя ему все равно, значит, одним Навальным больше, одним Навальным меньше. Это его, как бы, я думаю, они так рассуждали. Но самое главное другое, что вот при виде того, что происходит в Америке, при виде каких-то готов, при виде того, что как тяжело Украине, как, грубо говоря, как американцы занимаются внутренней политикой больше, чем Украина, и Украина перестала быть предметом консенсуса, а стала предметом, значит, того, как одна партия пытается уесть другую и наоборот. Предметом тоже. А Путин решил, что предметом политических маневров, которые имеют целью не помочь Украине или не помочь Украине, а имеют целью уесть Байдена и возложить на него ответственность, или наоборот, уесть Трампа и возложить на него ответственность. И вот что Путин решил, что все вот сейчас можно. Давайте избавляться от иллюзий все-таки. Смотрите, нету никакого выборного процесса в авторитарных режимах, это нонсенс. Еще раз хочу, чтобы вы... Об этом мы не говорили, да. Да. И, соответственно, 17 марта ничего не произойдет. Это переназначение внутри системы, которая от этого никак не пострадает, не зависит и так далее. Поэтому эта иллюзия очень опасная, потому что она отвлекает внимание от осознания того, что режим уже законсервирован объемно и залит кровью. Да, он законсервирован внутри крови. То есть, соответственно, его расконсервировать можно только, условно говоря, проведя определенное хирургическое вмешательство, истечение больных тканей. То есть, имеется в виду элиты. Соответственно, а истечь больную ткань в таком типе, да, государства, как Российская Федерация и нынешняя, невозможно электоральными процедурами. Просто вот, как только вы говорите слово выборы, какие-то вокруг этого идут обсуждения, в Твиттере мне очень нравится, периодически появляется, а за кого бы вы голосовали и так далее. Это делают видные оппозиционеры, которые рассуждают о том, как надо вести. Вы таким образом как раз таки вводите подменное понятие, и люди входят в такое прострационное непонимание, а что же сегодня происходит и как на это реагировать. То есть, они все более пассивизируются, то есть, становятся более пассивными с точки зрения вот этой гражданской активности. Это очень опасная игра, я бы рекомендовал в нее не играть. Но, опять же, вправе делать то, что считаете нужным, но я бы рекомендовал в нее не играть. Это первое. Второе. Что касается... Трудно против Сталина проводить демонстрации. Трудно Сталина... Ну, революции это не всегда демонстрации. Теперь, что касается второе. И революции трудно против Сталина проводить. Ну, и против, скажем так, России вчера считалось трудно воевать. Ну, я объективно говорю, считалось это невозможным. Считалась такая армия, что просто вот она только посмотрит в твою сторону и ты должен уже встать на колени и умереть от этого. Ну, вот Украина два года воюет. И, в принципе, если бы немножко по-другому у нас партнеры смотрели на такое слово, математическое слово, как паритет, ну, наверное, бы ситуация и год назад, и сейчас выглядела бы по-другому. Но, исходим из того, что есть, и в любом случае два года Украина ведет эффективную, в данном случае оборонительную войну с элементами наступательных операций. Ну, давайте перейдем ко второму пункту. Обмен. Готовился обмен. А я, честно говоря, не понимаю, а какие резоны Путину обменять, например, Навального? Вот он Гершковича не обменивает, да, Эвана, ну, который имеется в виду там американский журналист и так далее. Он не обменивает там еще каких-то американских баскетболистов, ну, или там с трудом ее обменял, вернее, и так далее. То есть, какие резоны, какие резоны, что он должен был бы получить? Канал коммуникации после обмена Навального нет. То есть, для Путина, в принципе, резонов обмена Навального было 0,0, минус 0,0. Точно так же, как Гершковича, потому что санкции не отменят, ордер не отзовут, условно говоря, диспозиция по Украине зависит не от этого. Ну, то есть, помощь Украине зависит не от этого. Хочешь получить человека, на которого поменяют? Ну, получить вопрос в том, какова ценность этого человека лично для Путина. Ну, мы же понимаем, что не так много людей, ради которых он будет идти на демонстрацию, потому что любой обмен, ладно, Гершкович, его мало кто в России там знает, ну, условно говоря, кроме специальной профессиональной среды, а вот Навальный, например, обмен Навального, который после обмена сразу бы вел себя совершенно иначе, скажем так, он манифестировал альтернативу на другом уровне, чем любой сегодняшний альтернативный кандидат, ну, условный альтернативный кандидат, вот это Путин бы продемонстрировал свою слабость в моменте, и вы сейчас спрашиваете, почему сейчас, так а сейчас Путин демонстрирует, как ему кажется, силу, но есть это все, это мы так думаем, да, потому что мы с вами рассуждаем, исходя из рациональности человеческого поведения, даже если предпосылки этого поведения ошибочны, даже если человек, заблуждаясь в мотивации, все равно, как бы, рационально действует, да, он неправилен по мотивам, но поступок его, но, по крайней мере, рационален по логистике воспроизводства этого поступка, так на самом деле не это, я увидел в интервью Карслана, человек Карслан, да, увидел человека, который полностью разрушен с психической точки зрения, он абсолютно не соответствует моменту, в котором находится, не в плане реальности, оценки, там, аналитической оценки условий существования его страны, нет, он находится, как человек, полностью разложенный с точки зрения внутренней психической матрицы, он не понимает, что и как, вот у него есть сверхценные идеи, и сверхценные идеи, это самая опасная в психиатрии вещь, которая формирует его каркас личности, и он внутри этих сверхценных идей теперь находится, то есть он полностью перешел, закапсулировался, это так, внутренняя сверхценная эмиграция, я бы так сказал, знаете, помните фильм Терри Гиллема Бразилия, да, там, уход во внутренний мир, как способ уйти от авторитаризма, вот примерно то же самое у Путина, он наоборот ушел в идеальный внутренний авторитаризм, где он и царь, и бог, и вот эти сверхценные идеи определяют его поведение, и он это поведение транслирует на внешний рынок, ну, в данном случае в интервью, и соответственно, у него все поступки теперь будут определяться максимальным желанием эскалировать ситуацию, и для него ценность любых разменов, любых там каких-то действий абсолютно ничтожна, то есть ему ничего не нужно, кроме одного, насилия, воспроизводящее насилие, я хочу, чтобы вы это все осознали, потому что, и не только вы, это одно дело, мы в эфире это говорим, а другое дело, это нужно, чтобы наши партнеры наконец-то окончательно осознали, у человека находится внутри сверхценной идеи, где насилие является подавительным фактором, и соответственно, мне кажется, немножко сложно разговаривать, то есть, грубо говоря, ему нравится смотреть, как убивают. так, это я. Так, Михаил, вы в эфире, там что-то у Юлии отвалилось, сейчас... Давайте, я тогда продолжу, да. Да, давайте, продолжайте. Здесь очень важно понимать, очень важно понимать, что Путин, в принципе, дошел до кульминации своего развития с точки зрения той ненависти, которую он испытывает, она мотивирована разными событиями в его жизни, и эту ненависть он транслирует в тех или иных действиях, и для него главное, чтобы эти действия были манифестированы, чтобы они производили вот этот шоковый эффект. Вот, условно говоря, убийство на фоне того, что Путин ведет себя более нагло, на фоне того, что происходит и по линии фронта, и что есть определенные тяжелые дискуссии у наших партнеров с точки зрения помощи Украине, объемов помощи и так далее. Вот на этом фоне Путин хочет показать и я беспредельщик, который точно дойдет до финала в этой истории, до финала с максимальным объемом разрушения, уничтожения и крови и так далее. То есть, это такая манифестация, да, она выглядит странно, потому что, в принципе, понятно, что в любом случае рано или поздно это будет все остановлено. К сожалению, для нас не так рано, как нам бы хотелось, но будет в любом случае остановлено, потому что это полностью разрушает, в принципе, не то, что там какое-то условное международное право, какие-то правила, нет, это в принципе разрушает традиционные для 21 века или даже для 20 века отношения на горизонтальном и вертикальном уровне в социальных популяциях. Так вот, Путин на самом деле как раз таки убийством, манифестированным убийством Навального показал все, открыто, все возможности, открыты все возможности для разрушения. И меня теперь ничего не остановит. Страна подготовлена, страна превращена, во-первых, страна именно Российская Федерация, во-первых, превращена в трудовой лагерь, во-вторых, она милитаризована, в-третьих, она полностью абсурдизирована, то есть, здесь черносотенная доминирующая идеология с доносительством как единственным элементом карьерного роста, и, соответственно, в самом обществе доминирует страх или безразличие. То есть, либо ты дистанцируешься от политических процессов, как людям кажется, и можно там ходить в клубы, что-то разговаривать, смотреть кино, разговаривать о том, будет ли что-то в Икеа или не будет и так далее. Или ты будешь политизирован настолько, что, собственно, будешь принимать участие во всех максимально абсурдных проявлениях, таких как передача, например, участвовать в передаче того же Корчевникова. Вот, в принципе, то, что построил Путин сейчас. И, соответственно, ему теперь нужно показать, что вот этот, скажем так, проблематика лета 2023 года, когда было ожидание обрушения фронта с одной стороны, а с другой стороны, когда был Пригожин, который доминировал в медийной повестке как человек гораздо более пассионарный и жесткий, чем сам Путин, и который чуть ли не обрушил путинскую вертикаль в течение буквально считанных минут. Ну, соответственно, вот он сейчас докомпенсировал тогдашний свой страх. То есть, еще одно, то, что он использовал в моменте убийства, безусловного убийства Навального. Ну, а все-таки, что сейчас будут делать на Западе? Вот, Байден в свое время предупреждал, что убийство Навального будет иметь жесточайшие последствия, devastating consequences. Сейчас я видела, я не досмотрела это интервью, но право, вот сейчас была пресс-конференция Байдена, его об этом спросили, он ушел от ответа. Мы знаем, что вот буквально некоторое время назад, когда были рассказы, раздались, какие-то американские сенаторы стали говорить о страшном противоспутнику противовоспутниковом оружии России, то президент США поручил начать взаимодействие с Россией по этому противовоспутниковому оружию. Вот, что все-таки в этих условиях будет делать Америка? Какие будут devastating consequences? Америка будет пока изолироваться от всего и вести жесткий внутриполитическую дискуссию для того, чтобы построить правильные стартовые электоральные позиции для двух кандидатов. Это ключевой для них вопрос. Все остальное отходит на второй план или становится элементом длительной дискуссии. Элементом длительной предвыборной дискуссии. Не более, но и не менее того. Если говорить в целом о западных элитах, они будут какое-то время растеряны. После этого будут сделаны соответствующие достаточно жесткие, но просто заявления. А разработка конкретики, которая должна будет привести к резкому ужесточению тех же санкций, например, или резкому ужесточению персональных ограничений изоляционистского характера, они появятся, наверное, несколько позже и многое будет, как-то важную роль в этом будут играть лоббистские усилия Украины в том числе. Потому что мы будем все это увязывать и, скажем так, безусловные репрессии кровавого толка на внутреннем рынке и безусловную войну с максимально геноцидным компонентом в Украине будем увязывать в один пакет, которым будем пытаться доказать нашим партнерам, либо вы принимаете все решения, как бы вам этого не хотелось сделать, как бы вам не хотелось посмотреть наверх, как бы вам не хотелось принятие решений на другие политические поколения или на другие партии, вам это придется сделать. Либо вы, в принципе, вместе с нами будете вынуждены жить в другом формате глобальных взаимодействий, где будут доминировать несколько иные правила, которые вам точно не понравится. А что сейчас происходит с Билем с помощью Украины? Это вот просто прямой вопрос, переход, потому что я уже сказала, с моей точки зрения, это просто события, связанные между собой. Все события, так или иначе, связаны между собой, если в центре этих событий, как инициатор выступает Российская Федерация. Я об этом неоднократно говорил, эти события, которые мы на Ближнем Востоке, хотя вы тогда говорили, что нет, это невозможно, потому что там свои отношения, конечно же свои, конечно же, есть много инициативных центров, но все эти события, так или иначе, увязаны, если мы говорим, потому что глобальный политический процесс, он также психологичен, и понятно, что модель поведения того же Путина на внешних рынках, вот сейчас особенно, или модель поведения России, она дает возможность странам, опять же, как они сами считают, например, Иран, мы не понятые, мы имеем право на другое отношение к нам, то есть нам должны предоставить возможность сделать то, что мы хотим в рамках своего понимания о современном укладе жизни и так далее. Вот российская модель поведения, она как раз-таки толкает эти страны на манифестацию своих более агрессивных истинных намерений, то есть все больше и больше агрессии проявляется в политическом процессе. Так вот, что касается Билли о помощи Украине, Сенат проголосовал, Палата представителей ведет дискуссию, ушла на каникулы до конца февраля, насколько я понимаю, идут внутренние обсуждения этого и так далее. Это ведь увязанная помощь не только Украине, 61 миллиард, всего 97 миллиардов, там и Тайвань, и Израиль в том числе. Для меня это выглядит крайне загадочно, я бы не хотел комментировать внутриполитический процесс в Соединенных Штатах, потому что понятно, что заявления, сказанные во время жесточайшей избирательной кампании, это все-таки заявления, сказанные во время избирательной кампании, к реальности, к логистике, к конкретике, они могут не иметь ни малейшего отношения. Для меня что здесь загадочно, потому что ведь сейчас все аргументы просто на столе лежат вот конкретно, 1, 2, 3, 4, 5, бери, переворачивай, читай, и не надо ничего думать, там нанимать какие-то аналитические центры, чтобы они подготовили. Помощь Украине, Израилю и Тайваню, вот именно так, это прямая инвестиция в обстоятельную репутацию Соединенных Штатов. Вот есть репутация, которая четко говорит, мы глобальный лидер, мы определяем правила, ты сюда инвестируешь деньги, не хочешь инвестировать деньги, тогда ты не глобальный лидер, не определяешь правила, и соответственно, ты действительно тогда изолируешься от того, каким будет мир завтра. А кто выходит на первый план? Возможно, не Россия, возможно, другие страны, которые увидят нежелание твоё инвестировать 7% военного бюджета на непосредственно войну против ключевого оппонента, который у тебя прописан в доктрине национальной безопасности. Что это значит? Это значит, что ты не выдерживаешь реальных состязаний, реальных компонентов конкуренции. Не экономической, не долларовой конкуренции, как обменной валюты главной, а именно, когда есть непосредственная беспредельная конкуренция. Ты её не выдерживаешь. Тогда почему ты глобальный лидер, почему твои правила должны доминировать? Вот для меня это загадочно. Это настолько очевидно. Разменять, условно говоря, 61 миллиард долларов на утрату весомой доли глобальной репутации, ну это, честно говоря, крайне странная была бы линия поведения. Поэтому я думаю, что били о помощи Украине в любом случае, как только они завершат свои внутриполитические дискуссии, соберут вокруг этого обсуждения все возможные политические, в прямом смысле слова, информационные даже, я бы сказал, дивиденды, они это проголосуют. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы это сделало быстрее. Почему? Вот тут очень важный аспект. Давайте его разделим на две части. Смотрите, что касается финансовой составляющей, европейцы смогут это компенсировать. Мы это прекрасно понимаем, и европейцы это прекрасно понимают. Чего они не смогут компенсировать? И это была одна из фундаментальнейших ошибок европейских правительств. Они не смогут компенсировать количество необходимых расходных материалов для ведения войны. Ракеты, снаряды, дроны, ну и все остальное, вся амуниция, которая нам необходима. Почему европейцы считали, что в военном альянсе НАТО есть доминирующий партнер, это Соединенные Штаты с гигантскими арсеналами, и соответственно, европейцы могут не инвестировать в том объеме, в котором необходимо было бы военное производство. И соответственно, на их складах совершенно другое количество техники, амуниции, снарядов и ракет. Вот проблема. Восстановить это воспроизводство быстро не получается. Они сейчас туда инвестируют, но это процесс определенный. И соответственно, вот если финансовую компоненту европейцы могут скомпенсировать, то вот все, что касается непосредственно расходных материалов, амуниции, снаряды и ракеты, то конечно же, мы зависим в большой степени, в большей степени от Соединенных Штатов. И конечно же, это имеет определенные последствия по линии фронта. Смотрите, авиация. Российская Федерация сейчас по линии фронта активно использует управляемые авиационные бомбы. ФАБы разных модификаций. До 2000 в месяц. То есть, практически заливает управляемыми, еще раз подчеркиваю, авиационными бомбами передний кран. Это помимо баллистики, которая используется, помимо артиллерии, которая используется, помимо ланцетов и орланов, ну и там FPV-дронов, которые они используют, помимо РЭБов, которыми они пытаются заглушить работу на нашей артиллерии или наших дронов. Вот. И, конечно же, в этих условиях еще и нарастающий дефицит тяжелого калибра снарядного, конечно, это имеет определенные негативные последствия. Смотрите, Дмитрий Глуховский пишет, я просто читаю ленту Твиттера «Цель убийства Навального показать российскому народу и Западу, что Путину нет альтернативы». Очень большое количество постов с стихийных мемориалов, в том числе и в России, очень много за пределами России, вот в Ереване, в центре города, стихийный мемориал гигантский, в Тбилиси гигантский стихийный митинг, ну, всех, кто убежал. Я не боюсь, они могут только убить. Это говорит пережившая блокаду пенсионерка на акции памяти об Алексею Навальном. А она как раз говорит, как я понимаю, ну, собственно, внутри России. И уже тоже пишут, что начались задержания. И у меня вот какой вопрос. Смотрите, Алексей Навальный был тот человек, который, как только началась война, он сказал, что эту войну надо остановить, что если для этого надо набить нашими телами автозаки, то мы набьем телами автозаки. И абсолютное большинство украинцев, которых я вижу в ленте, они выражают сочувствие, выражают поддержку, скорбят вместе с россиянами. Но есть сравнительно небольшое количество людей. Вот Сергей Стерненко пишет, Навальный помер в колонии, ну, хоть я кись хорошей новенья. Ну, и соответствующий комментарий, бутерброда закрылся в непридатности, треба выкинуть земля докторской колбасою, и много довольно мемов, опять же, в которых, ну, лежит убитый Навальный, вместо головы бутерброд, из бутерброда вытекает кетчуп. Вот, чтобы вы сказали, еще раз повторяю, этим очень небольшой части, я просто очень страшно тронута тем количеством людей, тем количеством украинских пользователей, которые писали, что они скорбят вместе с Россией, потому что это чудовищная вещь произошла. И судите об Украине по этим людям. Ни в коем случае. Я именно специально подчеркнула. По тем, кто правильно ставит акценты в этой трагедии. То есть есть убийство репрессивного режима ключевого оппонента. Несомненно, это трагедия. Все, потому что в принципе единственное, еще раз подчеркиваю, альтернативой Путину, независимо от того, что и когда говорил Навальный или делал Навальный, на сегодняшний день был только Навальный. И соответственно, здесь я с господином Глуховским абсолютно солидаризируюсь. Путин, еще раз, для того, чтобы окончательно, я, конечно, немножко иначе смотрю на личность Путина, я считаю, что она диссоциирована, то есть у него там множество личностей, то есть он одновременно может чувствовать себя в разных хипостасях и соответственно в этих хипостасях проявлять ту или иную степень беспредельности. Но если с политической точки зрения, если выйти из, скажем так, психиатрии, то, конечно же, Путин продемонстрировал, что он чрезвычайно безальтернативен. Еще раз, почему-то, чрезвычайно безальтернативен. В Украине, безусловно, это прекрасно понимают, прекрасно понимают, что делает Путин и почему он уничтожил Навальным. Да, вот мне пишут «Слава Украине и вечная память Алексею». Я думаю, что сегодня это очень правильные слова. Я бы, кстати, хотела не забыть сейчас вспомнить еще двух людей с фамилиями Навальных. Это человек по имени Навальный, который был убит в Бочи, он был убит, судя по всему, из-за фамилии. И именно, то есть именно, более того, он был дальним родственником Навальному, то есть российские солдаты спросили, какая-то фамилия, он искал Навальный и его убили. И другой человек с фамилией Навальный это Ирина Навальная, жительница Мариуполя. Видимо, тоже она пострадала из-за фамилии, мне кажется, потому что про нее стали говорить, что она террористка. Ее, когда она пыталась пересечь границу, ее схватили. Там, насколько я понимаю, мы уже с вами говорили просто об Ирине Навальной. вы не знаете, есть ли они какие-то сведения и не пытается как-то украинское государство ей помочь, потому что последний раз, когда я видела эту страшную историю, там российская пропаганда показывала надпись, выжженная на ней каленым железом, что-то типа «Я мразь». И рассказывала, что это, вот она почему-то в тюрьме умудрилась это выжечь сама. Добраться мы занимаемся всеми, теми, кем можем верифицировать пленными и гражданскими пленными и, скажем так, военно-пленными. Верификации не получаем, ну то есть подтверждений чего-либо не получаем, а в рамках пропаганды вы же знаете, да, что даже судебные процессы сейчас это тихо, но в тех же криминальных анклавах проводятся какие-то судебные процессы, там порядка, по-моему, 30 человек осуждено, имеется в виду те, которые были захвачены на оккупированных территориях или военно-пленных и, соответственно, они там получают какие-то приговоры и так далее. Все это как-то получить в подтверждение, получить в списке для обмена невозможно. Это очень тяжелая процедура. Я бы, опять же, не хотел бы в эту тему заходить, потому что все-таки обмены идут, да, то есть что-то удается в этом направлении сделать на уровне и координационного штаба по обмену пленными, на уровне стран-посредников и поэтому тут очень аккуратно я хотел бы говорить, но тем не менее мы отслеживаем все знаковые истории, если они появляются и, соответственно, пытаемся как-то уточнить, что происходит с этими людьми и точно вставляем все фамилии в обменные списки. Я имею в виду не только военно-пленных, я хочу здесь особо подчеркнуть и гражданских пленных тоже вставляем. Просто с гражданскими пленными ну или там арестантами гораздо тяжелее, потому что это вообще тяжело подтвердить. Многие же с оккупированных территорий просто исчезают. Да, вот пишут нам, не Навального убили, убили последний вздох России. Четкая черта перехода из авторитаризма в тоталитаризм. Вот пишут, что смерть Навального это сигнал того, что у Путлера все плохо. Ну, я думаю, что тут это чрезвычайно как раз оптимистичное представление об этом. А скажите мне, Михаил, вот что, потому что все-таки невозможно не спросить две важные вещи о происходящем в Авдеевке, потому что, как я понимаю, российские войска практически овладели Авдеевкой, и там АЗОВ, ну, третью штурмовую бригаду направили, насколько я понимаю, для того, чтобы обеспечивать выход оставшихся в них войск. Там идут тяжелые бои, частично отошли в районе Зенита, нет захвата полного Авдеевки, но опять же, смотрите, это же оперативная ситуация, командование на месте, в данном случае Тарнавский господин принимает решение, что делать, Сырский буквально на днях там был, новый главнокомандующий вместе с министром обороны, и, соответственно, те или иные оперативно-тактические решения принимаются на месте, исходя из того, что линии обороны подготовлены, в принципе, отойти, если ты находишься в оперативном окружении, безусловно, это правильное будет решение, тем более, что события в Авдеевике длятся уже, дай Боже, по-моему, активные там, боевые действия в таком масштабе, как сегодня, начались в сентябре, в конце сентября 2023 года, и количество уничтоженной техники и живой силы там зашкаливает, но ты не можешь количественный параметр еще раз передавить, если у тебя есть нарастающий дефицит ресурса, но при этом ты должен пытаться сохранить свои жизни, ну, то есть, не разменивать жизнь за жизнь, это очевидные вещи. Я не вижу в этом никакой там большой проблемы, в каком плане большой проблемы, в плане того, что военные, ну, имеется в виду оперативное командование направления, должно принимать оправданные решения, исходя из оперативной обстановки. Оно такие решения будет принимать, оно вольно в этом и абсолютно точно будет опираться на возможность или невозможность, как вы правильно говорите, снабжения, ну, для того, чтобы боекомплекты поставлять, или возможность или невозможность отвода людей. Как только появляется угроза того, что люди будут находиться в тотальном, ну, в глухом окружении, да, то, конечно же, этих людей нужно выводить. И в данном случае мы говорим, что часть там Авдеевки уже, ну, как бы, наши ребята покинули маленькую часть Авдеевки, Зенита, район Зенита, и, соответственно, дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Да, вот, пишут, опять же, убили последнюю надежду России. Еще две вещи мы хотели с вами обсудить, пока не убили Навального, пока не пришла эта страшная новость. Это, конечно, происходит с Черноморским флотом в Черном море. Вот нам ехид написали, что Цезарь Куников, замочили Цезарь, не дожидаясь мартовских ид. Просто, ну, да, как-то просто не хочется сегодня, не хочется сегодня улыбаться. Даже. Вот, и, собственно, что вы по этому поводу скажете, потому что у меня действительно впечатление, что, ну, понятно, что Цезарь это БДК, поэтому БДК, он значительно более уязвим, чем корабль, оснащенный серьезным оружием и средствами радиоэлектронными, которые позволяют ему обеспечить, обнаружить дроны морские. Но, тем не менее, вот такое впечатление, что, ну, правда, мы с вами это уже обсуждали, и я, ваша покорная слуга, об этом в статьях писала до этого, что вот большие и дорогие цели в условиях дроновой войны особенно если это корабли на море, они становятся чрезвычайно уязвимыми, особенно если они заперты в лужи. Для меня все, что сейчас происходит, о котором Черное море символизирует, что в этой части точно Россия уже находится в отсталом веке, да, ну, то есть, я имею в виду с военной точки зрения, то есть, вот это то, что считалось накануне вторжения одним из ключевых козырей, да, то есть, Черноморский флот Российской Федерации, на самом деле, это крайне уязвимая составляющая российской военной компоненты, как оказалось, и, соответственно, репутационно это выглядит крайне и крайне плачевно для России, и, с другой стороны, крайне и крайне выгодно для Украины, потому что это все-таки перехват в акватории, в территориальных водах Украины, в том числе, я имею в виду, около Крымских водах, перехват полностью инициативы, то есть, Россия вынуждена прятать корабли в Российской бухте, ну, и там, в целом, ряде других бухт, и, соответственно, держать далеко эти корабли, то есть, пускать калибр гораздо дальше, выводя в море те или иные ракетоносители, и в то же время ликвидация четырех, а то и пяти, насколько я помню, там и Новочеркасский, и еще были БДК, ликвидация этого количества больших десантных и малых десантных кораблей в Черноморском флоте, с учетом того, что туда дополнительные поставлять не получится, но это говорит о том, что альтернативизация пути поставок необходимого резерва, если что-то будет дальше происходить в хорошем смысле слова с незаконным Крымским мостом, да, это будет большой логистический вызов и вопрос для Российской Федерации, и это неплохо, потому что, когда долгое время рассказывают, что Крым это была всегда неотъемлемая часть России, а потом оказывается, что как только ты сносишь напрочь мост, так туда и нечем-то добраться, кроме как через территорию Украины, но это выглядит абсолютно точно и понятно, что это и чья это территория, вот, и, соответственно, я буду так очень просто говорить, чтобы тут не углубляться в странное решение 1953-1956 годов о передаче тех или иных земель Российской, РСФСР, а части, наоборот, Украине, ну, то есть, размен такой, мы не будем туда углубляться, соответственно, с точки зрения вот важности уничтожения того же Кунникова, для меня здесь есть три аспекта. Первый, если вы обладаете высокотехнологическими решениями, в данном случае мы говорим о морских дронах, вы будете периодически получать возможность перехватить инициативу. Второе, это абсолютно точно характеризует возможности Украины для наших западных партнеров, потому что получая такие же высокотехнологические решения для сухопутной части операции, ты будешь иметь точно такую же эффективность действий. Например, авиационный компонент, как только ты его будешь иметь в достаточном объеме, окажется, что российское присутствие в воздухе это фикция. Вот точно так же, как оказалось фикцией в этом году, да, как только Украина построила более существенную систему противоракетной обороны, оказалось, что Россия, да, может терроризировать, может атаковать, но сейчас Россия делает акцент, ракетная я имею ввиду атаковать, делает акцент ударом, неожиданным ударом по гражданской инфраструктуре, ну то есть по гражданскому населению. Понятно, что закрыть всю страну, каждый дом, ну физически невозможно. И, соответственно, Россия этим пользуется. Но атаки, которые мы видим в этом году, существенно отличаются от атак прошлого года, потому что, опять же, есть высокотехнологическое решение, те же патриоты, которые хорошо работают по баллистике, по гиперзвуку и так далее и тому подобное. Вот это второе. То есть, грубо говоря, оценивая то, что происходит с Черноморским флотом, наши партнеры должны сделать вывод, что если все-таки вот такие решения будут и в сухопутной части, то и там будет выглядеть все совершенно иначе. И третья компонента, об этом я уже неоднократно говорил, вот вся военная российская пропаганда это один большой, крупнейший, крупнейшая афера, это большущий фейк. И Россия сегодня вернулась к концепции, классической мясницкой концепции воюем количеством. Количеством, неважно, техника, старая, то есть, грубо говоря, микроскопом забиваем гвоздь. Вот примерно то, что надо вынести в оценке конкретики по уничтожению того же Кунникова. Ну вот в Москве у Соловецкого камня продолжаются задержания. Я смотрю на видео, как полицейские толпой накинываются на людей. в вышедших «Почтить память Алексея Навального». Вот мне тут пишут, что роковая ошибка Навального вернуться после отравления в Россию. Как вы думаете, это была ошибка или нет? Я не могу судить людей, называя ошибками их действия, если эти действия совершены осознанно и человек внутри себя проговорил те или иные мотивации, которые предопределили его поведение. Я наоборот считаю, что Навальный продемонстрировал, решив для себя взвесив все риски, которые несет его возврат в Россию, что он готов заплатить ту цену, считая себя, еще раз подчеркиваю, ключевой альтернативой безальтернативному Путину. Он правильно, он совершил важный жизненный поступок. Мало кто совершает такие поступки. Как бы мы не оценивали, еще раз подчеркиваю, вот мы в Украине, как бы не оценивали его те или иные заявления. Он совершил для себя определенный, вернее, сделал для себя тяжелейший выбор. Он проанализировал мотивацию, того, чтобы, вернее, проанализировал риски, которые будут следовать после этого решения. И тем не менее, он принял это решение. Могу ли я это назвать ошибкой? Нет, не могу, потому что он абсолютно осознанно пошел на этот чрезвычайный риск, который привел его к фатальному окончанию жизни. И тем не менее, я думаю, что в истории он будет и вписан как человек, который совершил невероятно смелый поступок в свое время, символизировав то, что если вы хотите добиться успеха, будьте готовы заплатить максимальную цену. Это то, что я все время сейчас говорю о российской оппозиции. Перестаньте играться в то, что мы можем поставить в подписи за какого-то мифического надежды на сломать режим Путина. Так не будет. Точно так же, как Украина. Не будет такого, чтобы эта война закончилась, потому что кто-то скажет Путину «Давайте вы остановите убийство украинцев». Нет. Он либо проиграет войну и, соответственно, проиграет тогда все, что дальше будет следовать за этим, либо он не проиграет и тогда Россия будет все время становиться все более ужасающей страной. Вот это нужно осознавать. И поэтому Навальный тогда не мог ошибиться. Даже так вопрос нельзя ставить. Навальный тогда принял для себя чрезвычайно важное жизненное решение. которое, по сути, для российской истории, если таковая будет, я прошу прощения за это, потому что я могу во многом уже сомневаться, видя слабость, инфантильность российской оппозиции, неготовность ее к определенным действиям. Так вот, в истории это уже будет выглядеть совсем иначе. Не как ошибка, а как наиболее сильный поступок оппозиции в тяжелые годы. А что для вас, Алексей Навальный? Вот что вы о нем думаете? Я бы честно сказал, что я, конечно же, со скепсисом ко всему отношусь, все, что касается российской альтернативы. Я об этом неоднократно в эфире говорил. Мне бы хотелось все-таки меньше эмоциональности, меньше у Ямеду, у российской оппозиции и у российской альтернативы, меньше бравады какой-то, меньше пафоса вот этого традиционного великорусского. То есть, мне бы хотелось, чтобы у российской альтернативы и в том числе, я, конечно же, к сожалению, буду говорить в прошлом времени, у того же Навального было понимание, что ты не можешь снисходительно смотреть на кого-то другого и решать, вправе ты что-то забрать у него, не вправе, вправе ты определять его жизнь или не вправе, к сожалению, у России в целом это есть, это присутствует всё время вот этот комплекс великости по отношению, например, к Грузии или по отношению к Украине. А на самом деле так неправильно и поэтому это порождает ненависть к России, порождает то, что на рынке Россия всегда ведёт себя как гопник, который на рынке, я имею в виду в широком смысле слова, в политическом, культурном, в любом другом, который, знаете, он хочет, чтобы его уважали, но при этом ведёт себя как малообразованный, не интеллектуальный господин, которого нужно любить по умолчанию. Но так это не работает. Работают только партнёрские отношения. Когда ты в своём собеседнике, в другой стране видишь равного, а не когда ты хочешь туда прийти и доминировать. К сожалению, и российская альтернатива болеет вот этой классической русской болезнью. Мы лучше, мы русские. Это плохо. И это то же самое, что касалось господина Навального. Но с точки зрения, опять же, с точки зрения личного мужества, да, он заслуживает максимального уважения, потому что он не боялся брать на себя ответственность, не боялся брать на себя возможность вызова, не боялся бросать этот вызов, не боялся идти с открытым лицом, что очень... И при этом я понимаю, там многое писали, что он относится к одной базе башни Кремля, там Сеченовская и так далее. Это фикция всё. Каждый человек сам по себе есть самоценностью. И Навальный, безусловно, был сам по себе ценностью, который пытался эту ценность реализовать. И он демонстрировал, ещё раз подчёркиваю, в отличие от многих философствующих альтернативщиков, ну то есть русских оппозиционеров, он демонстрировал готовность к логистическим действиям. То, что, опять же, в 21 веке очень тяжело найти в людях, потому что многие люди хотят сидеть на диване, писать интересные аналитические статьи, судить других людей обязательно, обязательно компроматить других людей и при этом выглядеть, как Д'Артаньян в белой одежде. Навальный не гнушался ходить в грязной одежде по улице, что, опять же, для 21 века для людей публичных очень и очень редкое явление. Поэтому у меня к нему двойственное отношение. С одной стороны, для меня всё, что касается России, выглядит слишком, я прошу прощения за это, примитивно, потому что оно осталось в 60-е, нет, в 60-е не могло остаться, тогда были 60-ники, гораздо более глубокие люди. Оно осталось в конце 80-х, в начале 90-х. А с другой стороны, Навальный это тот человек, который всё-таки мог совершить поступок и совершил его, что в России, в современной, очень редко увидишь. Но, Михаил, смотрите, вот просто я хочу уточнить. Алексей Навальный это тот человек, который боролся против Путина в тяжелейших условиях. Мы прекрасно понимаем, что против авторитарной, тем более тоталитарной власти бороться очень сложно. Это тот человек, который был отравлен, нашёл отравительный, вернулся в Россию. То есть, трудно сделать что-то больше. Это тот человек, который, сидя в тюрьме, когда началась война, как я уже сказала, сказал, что чтобы, если, чтобы прекратить эту войну, надо наполнить своими телами автозаки, мы наполним своими телами автозаки. Именно по его призыву тогда десятки тысяч россиян вышли на улицы, около 20 тысяч из них было тем или иным способом задержано. И вот вы сейчас говорите, что вот всё равно недостаточно высоко прыгал. недостаточно высоко. В общем-то, мне кажется, многие люди прыгают недостаточно высоко. И это не страшно. Страшно, если они мнят себя людьми, которые прыгают достаточно высоко и пытаются потом это всем доказать. Навальный не пытался, поэтому я говорю, что он вызывает уважение с точки зрения личного мужества. Но если вы хотите обсудить людей, которые платили высокую цену за борьбу с авторитарными или даже тоталитарными режимами, давайте Синявского обсудим, Даниэля, давайте обсудим этих людей, давайте украинца Стуса обсудим, посмотрим на их судьбу, Марченко обсудим, пятилетку его в лагерях, давайте их обсуждать. И тогда мы увидим, что многие люди готовы были платить чрезвычайную цену за право других быть свободными. И это не уникальная история. Это история, когда есть люди, готовые на самопожертвование. Готов ли был Навальный к самопожертвованию? Да. Я же об этом и говорю. Поэтому я не считаю, что он совершил ошибку, когда принял решение вернуться в Россию после отравления. Да, я считаю, что сегодняшняя оппозиция даже близко не похожа на него с точки зрения готовности к такого типа поступков. Нет, они готовы просто что-то там в Твиттере пообсуждать, пооскорблять, ещё раз говорю. Не более того. И поэтому для меня он выглядит совершенно иначе, чем все остальные, потому что он имел достаточно внятную позицию в течение 15 лет. Ну, может, чуть больше. Более того, он пытался логистически её реализовать, пытался выглядеть как альтернатива. Но есть одна проблема, очень важная. Непонимание масштабности того, что нужно сделать. Потому что в какой-то момент он считал, что это всё-таки игра, как и многие сейчас считают, что это игра. Игра, я имею в виду, против авторитарного режима. Они так и не поняли, что у Путина ставка как жизнь конкретного человека. И, соответственно, это не игра. И в этой не игре нужно вести себя совершенно иначе. Не так, как говорит сегодня Кодорковский. Давайте мы в 12 часов выйдем, я об этом уже говорил. Это не поможет. И поэтому, смотрите, я не осуждаю или там одобряю действия того или иного российского оппозиционера. Нет. Вы спросили, как я отношусь. Двойственно отношусь. И это не значит, высоко или невысоко кто-то прыгнул. Это абсолютно о другом. Это о готовности или неготовности брать на себя ответственность и совершать поступки. Так вот, Навальный готов брать на себя ответственность был и совершать поступки. И, к сожалению, Путин, наверное, тоже это осознавал. И поэтому решения коллегиальные. Хотя я сомневаюсь, что было коллегиальное решение по факту убийства Навального. Скорее, это было абсолютно спонтанное решение конкретного человека по фамилии Путин. Вот он утром проснулся и нехотя сказал, смотри, закончили его историю. Но когда вы хотите мне сказать, что сегодня есть кто-то, кто действительно титан с точки зрения того, что он делает в этой жизни, то я вам приведу туда сотни примеров людей, которые в течение человеческой истории вытягивали на себе наше с вами право сегодня сидеть и в эфире свободно рассуждать о праве человека на принятие того или иного решения. Они заплатили гораздо большую цену, чем многие сегодня платят. И Украина, кстати, если мы уже об этом говорим, в этой войне, возможно, это еще непонятно, платит невероятную цену, особенно на поле боя, конкретный человек, который будет безымянным, но который сегодня отдает все, а за спиной у него его дети и его жена в 21 веке. И он точно не хотел проводить время 24 месяца внутри окопа. С той стороны идут люди, которые говорят вроде бы на понятном нам языке, но говорят непонятные нам вещи. Ну что же, вот я тут еще читаю из Твиттера, даже близко в российской политике не было ничего такого великого, как Навальный, и вряд ли скоро будет. Он был не просто политиком, он был создателем идеи, он менял реальность, они описывали ее, менялся сам и мыслил вместе с нами. Он старался изо всех сил, но его убили. пишут нам вот тут вот в Твиттере, вернее, простите, в чате. Для нас Навальный равно свобода и демократия. Это не убийство, это казнь. Навальный погиб потому, что власть его отравила и посадила. Я думаю, что сегодня страшный день, как Михаил сказал, что день перехода от авторитаризма к тоталитаризму. Посмотрим, что будет дальше. оно становится все ужаснее и ужаснее. Дальше? Я все время вспоминаю, что Алексей Навальный... Да, секундочку. Я все время вспоминаю, что, извините, я просто договорю буквально, потом обязательно вы договорите, что Алексей Навальный все время в самых страшных ситуациях умел смеяться. Это фантастическое чувство, фантастическая особенность человека, когда ему было страшно, ему было плохо, вот он писал веселые твиты, веселые послания из тюрьмы. Но у меня нет такого мужества, как Алексей Навальный, тем больше он смеялся над собой, он иронизировал над всем, что вокруг, когда он был в таком чудовищном состоянии. Вот сегодня нету никаких возможностей улыбнуться, и, Михаил, вы что-то хотели добавить важное. А я скажу, что будет дальше. Дальше будет много крови, намного больше крови, потому что режим вкусил это. Он не может дальше существовать, не питаясь кровью, потому что на первом этапе страх, на первом этапе ограничения, а дальше нужна кровь, иначе режим начинает высыхать. И поэтому полноводная река крови внешней, она есть, а теперь нужна полноводная, точно такая же полноводная река внутренней крови. И поэтому, если кто-то еще раз подчеркивает, думает, что можно будет обойтись без крови, пытаясь изменить то, что сейчас называется политическим режимом России, не получится. Вот это будет дальше. Большая кровь, не больше, но и не меньше, на внутреннем рынке в России. Михаил, спасибо вам. До свидания. Спасибо. Это была Юлия Латынина, это был Михаил Подоляк. Приходите завтра, господа, на код доступа. Конечно, мы будем продолжать говорить об Алексее Навальном. Спасибо, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова